Продолжим морфологический разбор суры Аль-Фатиха, открывающая. Мы остановились на последнем аяте на словах Всевышнего. Не тех, которые под гневом и не заблудчив. Всегда используется в одной и той же форме единственного числа мужского рода. Трёх буквы на имя в первообразной форме. Его средняя буква является слабой буквы. Хотя к какими-либо изменениями это здесь не приводит. Дальше. Аль-Маудуби – это Исма мафулин, имя поддействованного, причастие страдательного залога. Образовано от глагола «аудиба-яудуба» по породе «фа'иля-яфа'лю». Известно, что «сый от Исма мафули» форма имени поддействованного «ля юбна билай ва сутр и ламинал фи'алил мута'адди» «ля юбна билай ва сутр и ламинал фи'алил мута'адди» «такая форма не образуется напрямую без посредства харфу джара «предлога родительного падежа» или «зарфа обстоятельства» только от переходного глагола. Например, мы можем сказать от переходного глагола «аккаласел» «ма акулин съеденный» или «съедаемый» «коталя убил» «мактулин убитый» «дорба ударил» «мадрубан побиваемый» или «побитый» и т.д. Все эти глаголы, как мы видим, и переходные «афа'алин мута'адди» в отличие от непереходных глаголов, как, например, «одуба» «рассердился», «разгневался» мы не можем образовать от этого глагола напрямую си'алтисмин мафули в форме имени поддействия т.е. мы не можем напрямую сказать «ма аудубан» без харфу джара «без предлога родительного падежа» Например, так как си'алтисмин мафули «имень поддействия» эта форма обозначает или указывает на лицо или предмет, на который падает действие, что означает, что обозначаемое им действие должно быть переходным. Но если обозначаемое его глаголом действие является непереходным, то как мы образуем от такого глагола «исмофоль» имя поддействия напрямую? Вот сам термин «поддействия» означает, что есть какое-то переходное действие, которое переходит, или, как приводят в книгах, падает или распространяется на данное лицо или предмет или явление. Даже здесь, например, в переводе этого глагола «одуба», «гневаться» мы видим, что мы напрямую не скажем мы не говорим «одуба» «Мухаммадан Зайдан» «Мухаммад разгневался Зайда» мы не говорим мы видим, что нам не хватает «харфа Джара» предлога родительного падежа «Аля» то есть «на» на него «одуба» «Мухаммадан Аля Зайдан» «Мухаммад разгневался на Зайда» так, например, мы не скажем от глагола «харжа» «вышел» «махруджан» или от «захаба» «мадзхубан» и так далее так как это непереходные глаголы «афаалун» «лязиматун» «ля мафула лаха» которые не имеют прямого дополнения «мафула бихи» для этого нам надо внести изменения добавив «харфа Джар», например, сказав «мадзхубан бихи» или преобразовательный переходный глагол «харжа», например, «вахруджа» «вывел» а от него уже можно образовать «мухруджан» «выводимый» или тот, кого вы проводили вот почему здесь со словом «мадрубан» употреблен «харфа Джар Аля» то есть «альмаудуби» «алейх» мы не говорим «альмаудубина» без предлога «харфа Джар» без предлога родительного падежа «Аля» проводя синтаксический разбор этого аята мы упомянули, что «аль-джару валь-маджруру алейхим» то есть предлог родительного падежа «Аля» и находящийся посредством него на месте падежа «жар миссамени хум» является «наибуль фа'ль» то есть «замещением» «ма-якума ма-каама фа'ль» то есть тем, что замещает, заменяет фа'ль действующее лицо и вообще известно, что «ис-мафул» образуется от своего глагола «средательного залога», который здесь в данном глаголе стал переходным посредством «харфа Джар Аля» предлога родительного падежа «Аля» то есть так же, как в случае с глаголом мы говорим, например «гойр лидзина гудыба алейхим» то есть «не тех, на кого опал гнев» образовав от этого глагола «ис-мафул» при помощи «харфу Джар Аля» мы скажем «гойр маудуби алейхим» и как мы видим, мы здесь не приводим саму форму «ис-мафуля» во множественном числе то есть «гойр маудубина» так как указание на множественное число здесь будет осуществляться посредством употребления во множественном числе самого местомения после «харфу Джар Аля» маудубин по модели «мафул» это у нас «ис-мун-фу-ла-си-юн-ма-зи-ю-дун-би-харфа-йни-сахи-хун-сальмин» трехбуквное имя с добавлением двух букв «мима» и «вау» здоровое, правильное имя «вау» здесь, как мы уже сказали это добавочные буквы, а не корневые не коренные дальше «вали-дол-ли-нан» аль-вау «ля» аль-вау и «ля» каждое из этих двух слов это «харф» это «частица» а значит «не будет рассматриваться» как «мабдин» как слово «мабдин» слово «с неизменяемым кончание» «дол-ли-нан» это «ис-мун-фа'они» это имя действующего причастия действительного залога «вали-возни-фа'али-ин» значит «основа было «дол-ли-ли-на» от глагола «дол-ля-ед-лил-у» Это в фауле лязьмы, не переходный глагол. Здесь слово «дол линь», как мы видим, произошел «идуам», т.е. влияние двух однородных букв в одну удвоенную букву «лян». А «идуам» или как еще его называют «али али дидуаму» тоже, здесь является обязательным, «идуам он ваджбен». Так как «аль харфа лавал мин льмуттымая салейна мутахарикум» первая из двух однородных букв огласована. «ваказай лькаттайна мутахарик», а также вторая тоже огласована. И в подобных случаях, когда оба однородные буквы бывают огласованы, «идуам», т.е. влияние в одну удвоенную букву является ваджбен, обязательным. И мы здесь не скажем, как здесь допускается встреча двух сакунов, когда это приводит к встрече этих двух сакунов не по правилам, не по месту первого сакуна алифа и первого лама. Так как в подобных случаях, когда первая из сакунированных букв это харфа мад алиф вауя, значит, здесь в данном случае это алиф. А вторая буква, образно говоря, слилась со второй в одну единую удвоенную букву, ассимилировалась, и только в подобных случаях подобное стечение двух сакунов алифа и лама допускается. Поэтому мы здесь в условии дуа алилина лишили ее огласовки напрямую, без передачи предыдущей буквы. Так как предыдущая буква – это харфа мадин – буква долготы, удаление. И сразу сказали напрямую дуа алилина. Если бы предшествующая буква не была бы харфа мад – буква долготы, то избежание встречи двух сакунов не по правилу, нам пришлось бы передать огласовку первой из двух однородных букв предшествующей буквы. Как, например, в случае с глаголом, например, ям-дуду. Здесь мим не является харфа мадин – буква долготы, удаление, поэтому мы напрямую без передачи не можем удалить огласовку первой буквы «даль», так как это приведет к встрече двух сакунов не по правилу. Поэтому мы передадим дуа первой удаля буквы мим и произведем и дуа ассимиляцию слиянием с удвоением и скажем ям-уд-ду. Значит, «дал-люн» или «дал-люн» в основе, которая является в форме единственного числа для «дал-люн» – это «ис-мун-фу-ля-сир-мазид-ум-бихарфин» – трехбуквенное имя с добавлением одной буквы – буквы «алиф» после «фа» после первой корневой буквы. Сахихан – здоровое имя, так как оно свободно не содержит в себе слабых букв «алифу-вау-я», однако, как его образы называют, это неправильное имя, так как это муд-а'ф – удвоенное имя. «Айнуху-лямуху-мин-джин-син-вахидин» – его «Айн-э-лам» – то есть его вторая и третья корневая буквы – являются однородными. А слово «Амин» мы оставим, так как это слово «магнит» с неизменяемым окончанием. А как мы сказали, наука «Сарф» в морфологии не рассматривает подобные слова. «Алхамдуллах раббил алмый».